Всем привет и добро пожаловать на highnews.ru! Вы смотрите 225 выпуск нашей информационной программы. И сегодня, в первый день Нового года, у нас, как всегда, много интересных новостей из мира высоких технологий. Мы поговорим о генераторе речи от Google, отечественных чипах для майнинга и много еще о чем. Итак, поехали! ТЕКТОГРАММУ Специалисты поискового гиганта Google недавно опубликовали статью, в которой рассказали о том, что создали генератор речи, способный говорить неотличимым от живого человека голосом. Разработка называется Tecotron 2 и умеет очень качественно преобразовывать текст в речь. Программа представляет собой две взаимосвязанные нейросети глубокого обучения. Первая нейросеть создает на основе текста спектрограмму и передает ее второму алгоритму WaveNet. Которая озвучивает ее голосом. Tecotron 2 знает множество нюансов, без труда справляется со сложными произношения словами и учитывает пунктуацию. Благодаря этому, например, она различает конец предложения и начало нового, выделяя их интонацией. Звучит это гораздо лучше, чем монотонные механические голоса современных программ озвучивания. Поэтому, надо полагать, Google быстро найдет разработки применения. WaveNet уже используется в Google Assistant, поэтому Tecotron 2 наверняка станет для нее отличным дополнением. На данном этапе разработки Токатрон 2 говорит только приятным женским голосом, но, вероятно, в будущем обзаведется и мужским вариантом. В мире уже не первый день ведется разработка проектов по озеленению городов и созданию так называемых вертикальных ферм, которые позволят не только улучшить экологическую обстановку, но и значительно сэкономить место. И вот в Объединенных Арабских Эмиратах открылась первая вертикальная ферма, созданная в рамках проекта Body Farms. Новая система основана на гидропонике и способна выращивать 18 видов самых востребованных листовых овощей – редис, рукулу, укроп, базилик и другие. Все растения получают необходимые питательные вещества из особых смесей, что дает сразу несколько плюсов. Во-первых, представители флоры потребляют на 90% меньше воды, чем при использовании традиционного подхода. А во-вторых, из-за отсутствия почвы растениям не требуется огромное количество удобрений и пестицидов. Кроме того, для роста овощей даже не требуется солнечный свет. В системе Body Farms его роль выполняют специальные светодиоды. Сейчас в Арабских Эмиратах приблизительно 80% потребляемых овощей закупается у других стран. А так как размеры государства не позволяют иметь обширные фермерские угодья, ученым и властям приходится прибегать к некоторым ухищрениям. Body Farms и подобные им вертикальные фермы могут сократить расходы на закупку овощей и их транспортировку. В России разрабатывают операционную систему для отечественных процессоров. Дело в том, что для обеспечения безопасности на госпредприятиях и в других компаниях, где требуется хорошая степень защиты данных, следует использовать отечественные комплектующие, чтобы избежать утечек информации. Но для работы любого железа необходим софт, который бы эффективно управлял ресурсами системы. И недавно российские IT-специалисты приступили к созданию отечественной операционной системы для процессоров Elbrus и Baikal. Софт для отечественных процессоров будет создан в рамках программы «Цифровая экономика», которая предусматривает разработку универсального программного обеспечения для отечественных комплектующих. В данный момент проект российской операционной системы находится на стадии проектирования. Однако известно, что реализация проекта предусматривает возможность работы как для запуска стандартных приложений, так и для работы с огромными массивами данных. Также утверждается, что разработка будет произведена с нуля, без использования Lidra Linux, как это практиковалось ранее. Помимо этого, есть информация, что распространение ПО будет ограничено лишь сегментом государственных предприятий. А компания Samsung, по последним слухам, оформила крупную сделку с компанией Baikal на поставку 14-нанометровых ASIC-чипов для нового майнингового оборудования. Первая партия чипов уже протестирована, а массовое производство планируется начать в январе 2018 года. Специалисты отрасли отметили, что Samsung обычно предпочитает иметь дело с гигантами индустрии, такими как Qualcomm или Apple. А подписание подобных договоров с малоизвестно российской компанией совершенно не в духе Samsung. Тем не менее, есть слухи, и рациональное звено Samsung вполне может объединиться с небольшим, но перспективным производителем оборудования для майнинга, чтобы затем продвигать его продукцию в Южной Корее, который на данный момент является одним из пяти крупнейших криптовалютных рынков. А на этом все, с вами была Frost. Еще раз с Новым годом, друзья! Ждите следующий выпуск после новогодних праздников. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok